Вечер 5 марта. Улица Горького, недалеко от пересечения с улицы Коноплянниковой, столкнулись 5 машин. Первая в транспортном паровозе маршрутная «Газель» номер 228. Затем «Газель» служебная. Следом легковой автомобиль «Шевроле». Мы как стояли на светофоре, и вдруг резкий хлопок, удар, и всё. Удар сзади? Удар сзади, сильный был. В «Шевроле» врезалась «Деонексия». Этой машине досталось круче всех. Водитель «Деос» вместо ДТП доставлен в 4-ю городскую больницу. Сзади в «Нексию» влетел грузовой «Мерседес». Он-то и стал виновником аварии. Как обычно. ДТП как ДТП. То есть задний вариант? Да. Вы не увидели, что впереди остановились машины? Увидели. А вы почему не успели затормозить? У меня отказали тормоза. Отказали тормоза? Водитель микроавтобуса «Мерседес», по-видимому, пока предварительно не справился с управлением, совершил состояние с четырьмя автомобилями. В настоящий момент предварительно пострадал водитель автомашины «Деонексия». По первоначальным данным сотрудников ГИБДД, а на месте работали несколько экипажей ДПС, причиной аварии стало несоблюдение водителя «Мерседеса» дистанции. В первую очередь это дистанция. Дистанция. Все трезвые проверяли? Да, все трезвые. Признаки алкогольного опьянения не права. Скажите, пожалуйста, все-таки сотрудники ГАИ говорят, что несоблюдение дистанции. Вы как считаете? Вами? Мною? Да. У меня правда тормоза в газопе. Как мы уже сообщали, 4 марта в Центральном районном суде города Твери бывший заместитель министра экономического развития Тверской области Денис Ильин признан виновным в получении взятки в крупном размере. Следствием и судом установлено, что 26 января 2017 года Ильин лично получил от руководителя общества «Энерго» взятку в сумму 500 тысяч рублей за совершение действий в ее пользу как руководителя данного общества и предпринимателей, интересы которых она представляла, а именно за совершение действий, входящих в его полномочия по допуску предпринимателей как конкурсному отбору на получение субсидий с субъектами малого и среднего предпринимательства. Для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и развития либо модернизации производства товаров. Необходимо отметить, что в момент получения взятки должностное лицо было задержано с поличным сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Тверской области. Благодаря кропотливой работе следователя Следственного комитета России и оперативных сотрудников регионального УФСБ доказано обстоятельство получения или иным взятки в крупном размере. В рамках расследования уголовного дела проведены судебные экспертизы, допрошены очевидцы преступления, предприниматели, получившие субсидии, сотрудники министерства и конкурсной комиссии. Осмотрены документы и иные предметы. Напомним, приговором суда Денису Ильину назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый и его защитник не согласны с выводами суда. Хотим отметить, что практически с самого начала расследования уголовного дела мой доверитель занял признательную позицию. Помог не только в расследовании данного преступления, но и помог в выявлении и совершении других тяжких преступлений. Все обвинение, как это следует в том числе из оглашенного приговора суда, строится исключительно на живых и противоречивых показаниях одного единственного свидетеля, которая, я поясню, уже привлечена к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. В отношении нее же в настоящий момент расследуется другое уголовное дело по факту мошенничества, совершенного при схожих обстоятельствах, то есть связанных с вопросом выделения и получения субсидии в 2015 году. Сторона защиты представила суду исчерпывающее доказательство того, что основной свидетель обвинения, совершив правонарушение в 2015 году, то есть заранее подделав и представив в министерство подложные документы с материалами заявки, не имела никакой необходимости вступать, как она утверждает, в сговор с Еленой в 2016 году. Она действовала точно так же по той же самой схеме, которая доказала свою эффективность для нее в 2015 году. То есть с самого начала поддельные справки и документы присутствовали в материалах заявок. Поэтому никаких действий, связанных с изучением материала заявок, с консультацией этого свидетеля, с предоставлением ей возможности каким-либо образом менять или дополнять материалы заявок, Ильин не совершал. По данным следствия, в отдельное производство было выделено уголовное дело в отношении руководителя общества «Энерго», в отношении которой ранее судом вынесен приговор, согласно которому она признана виновной в совершении мошенничества. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела также выявлено два эпизода преступной деятельности предпринимателей, по фактам совершения которых выделено в отдельное производство уголовные дела, которые в настоящее время рассмотрены судом и по ним вынесены приговоры. Осужденный Ильин собирается подавать апелляционную жалобу на приговор Центрального районного суда города Твери. В патрульную службу из Вышнего Волочка прислали вот такое видео. Река Цна, говорят местные жители, заполнилась промышленными стоками и канализационными выбросами. Рядом жилые дома и канализационный коллектор, стоки из которого через болото попадают в Цну. Люди жалуются на едкий запах сточного потока, из-за которого перестали открывать форточки в домах. За разъяснением ситуации патрульная служба обратилась в межрайонную природоохранную прокуратуру. По поступившему обращению по Вышневолодскому муниципальному району, в сбросе точных ходов рекордсона прокуратуры была организована проверка с привлечением специалистов управления Роспотребнадзора и Верхневолоческого управления Роспотребнадзора, а также подвергнутых им лабораторий. Это ФГБУ в Свате и Центр гигиены. В ходе проверки были отобраны пробы почвы, пробы сточной воды и пробы природной воды с целью определения наличия загрязнения от сброса сточных вод с предприятия, которое осуществляет прием и обработку сточных вод на территории муниципального района. В настоящее время результаты исследований пока в прокуратуру не поступили, мы ожидаем их к концу следующей недели. По результатам исследований будет принято решение о наличии в действиях юридического лица, в котором установлено наличие составов административных правонарушений, предусмотренных статьей 7.6 для использования водного объекта без необходимых документов, а также части 4 статьи 8.13, то есть сброс загрязненных сточных ход в водное объект. Пока о наличии каких-либо административных правонарушений в деятельности предприятия говорить рано, необходимо дождаться заключения специалистов. О результатах, проведенном проверке, мы сообщим в документе. О результатах экспертиз мы сообщим в патрульной службе. В строгих кабинетах МРЭО ГИБДД огромный букет цульпанов. В этом году тверские судебные приставы впервые присоединились к акции «Вам любимые». В преддверии 8 марта всем женщинам, мамам, дочерям, бабушкам поздравим с 8 марта и пожелаем крепкого здоровья. И заодно узнаем о сумме задолженности. То есть заплатил задолженность, получает цветок? Нет, эта акция проходит не за оплату задолженности, а в честь праздника международного 8 марта. Добрый день. Служба приставов поздравляет вас с наступающим праздником. Такие поздравления от приставов жительницы Твери получают в канун праздника сразу по нескольким адресам. А вместе с цветами – консультации по всем вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов. Это у вас только что получили водительское удостоверение? Да, только что получила. Можно поздравить? Конечно. Давно этого хотели? Конечно, очень давно. Как только наступило 18 лет, я тут же пошла. Была вот такая вот возможность. И я очень рада, что сегодня получаю как раз под праздник. Не будете нарушать правила дорожного движения? Конечно нет, у меня был самый лучший инструктор. Новенькие права и букет тюльпанов – достойный подарок к празднику. А заодно информация о наличии или отсутствии задолженности. По базе данных, как должник, Юлиана не числится. Ожидали, что будут приставы поздравлять? Нет, не ожидали. Очень быстро все так хорошо. Спасибо большое за поздравление.